Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первое задание, которое Вартанян получает от резидента в Тегеране Сколотить группу единомышленников Я это задание быстро выполнил Месяца за 3-4 мне удалось Завербовать в свою группу 7 человек Они почти все Были выходцы из Советского Союза По тем или иным причинам находились в Иране Созданная группа получает задание вести наружное наблюдение за фашистской агентурой в Тегеране За полтора года группа выявляет среди иранцев около 400 агентов, работающих на Германии В августе 1941-го союзные войска вводятся в Иран Все выявленные агенты арестованы и большей частью перевербованы Однако руководитель немецкой резидентуры Франц Майер куда-то исчез Группа ищет его полтора года Он в это время устроился могильщиком на армянском кладбище Он очень хорошо перевращался Бороду отпустил, хной покрасил Он чисто на фарси говорил и на русском Очень чисто говорил Безукоризненно И вот нам удалось его накрыть на армянском кладбище И тогда мы получили санкцию его Чтобы арестовать его Пока пришла санкция из Москвы Перед нашими глазами англичане его забрали Прямо перед глазами И у нас даже слезы потихли Потому что мы столько времени на него потратили Пока мы его нашли Но совсем скоро у Вартаняна появляется возможность Взять реванш у английской разведки В 1942-м англичане открывают в Иране секретную разведшколу Где готовят разведчиков для заброски на территорию Советского Союза По заданию центра Вартаняну удается завербоваться в эту школу Он успешно проходит все собеседования и проверки А в школе в сжатом образе за 6 месяцев я научился всему И двухсторонним радиоделу, тайнописи, вербовку людей, тайников И как тайники подбирать, как с ними работать Это все так, что я, где бы ни выступал Всегда говорю, я благодарен английской разведке Что они дали мне эти навыки В то время, когда у меня ничего не было за спиной Вот так вот Помимо этого, Вартанян выявляет несколько агентов В которых готовят ли заброски в нашу страну За ними уже вели наблюдения моя группа Их фотографировали, данные собирали на них И когда их забрасывали на территорию Советского Союза Наши контрразведчики их легко отлавливали Заставляли работать уже под нашим колпаком Англичанам приходится признать поражение И закрыть разведшколу в Иране У одного из членов группы Вартаняна Есть младшая сестра Гуар Когда ей исполняется 16 лет Она становится первой и единственной девушкой Работающей в группе Между Геворком и Гуар Возникает чувство, скоро переросшее в любовь В 46-м они женятся Всю жизнь, долгие годы трудной и опасной работы Геворк и Гуар прошли вместе Группа Вартаняна принимает непосредственное участие В обеспечении безопасности на Тегеранской конференции В ноябре 43-го Резидент поставил такую задачу Все силы мобилизовать Все сделал для того, чтобы обеспечить безопасность этой конференции И мы первые узнали о заброске десанта фашистов В 70-ти километрах от Тегерана Выброшен немецкий десант из 6-ти человек Их задача подготовить плацдарм для диверсантов Вскоре вся немецкая группа схвачена И продолжает работать уже под колпаком Узнав о провале В Берлине решают задействовать резервный вариант Именно эта операция легла в основу сюжета художественного фильма Тегеран 43 Снятого спустя почти 40 лет после тех событий Кто видел фильм Тегеран 43 Там они попытку еще сделали Пройти через водоканал В английское посольство А водоканал, потому что В Иране тогда не было ни водопровода Ни канализации И вот через этот водоканал Хотели выйти А водоканал, это Как раз этот родник начинался в районе Армянского кладбища Вот оттуда они и пошли Они в день рождения Черчилля Хотели выйти, значит, в посольство И там расстрелять, значит Или похитить, или расстрелять Как у них были Но это уже не удалось Прообразом героя Игоря Костолевского В этом фильме стал Георг Вартанян Ну, там в основном Выдумка режиссера Это фильм поставлен Ну, на аудиторию такую Большую, широкую Которая мало представления имеет О разведке Поэтому там стрельба Это Костолевский стреляет Мы, разведчики Стрелять мы можем Нас учат этому Приемы борьбы тоже учат Но мы никогда не применяли оружие Если разведчик начнет Применять автомат Или пистолет Так он уже не разведчик Ему надо уходить И все После войны Вартанян с супругой Продолжают работать в Иране Приходится выявлять Агентов-двойников Работающих на обе стороны Отлавливать предателей Когда обстановка в Иране Становится более спокойной Вартаняны просят центр Разрешить им вернуться на родину В 51-м они приезжают в Ереван И поступают на факультет Иностранных языков Ереванского госуниверситета После окончания учебы В 1955-м году Им предлагают и дальше Работать в разведке Они дают согласие Потом были три десятилетия Нелегальной разведывательной работы Все эти годы Георг и Гуар Вартаняны Работали вместе И стоили целой разведгруппы Им пришлось выполнять задания В 80 странах мира Георг Андреевич Жил под разными фамилиями По оперативным документам Советской разведки Вартанян проходил Как Анри Или Амир Однажды Супруги были приглашены На банкет Который давал Сотрудник ЦРУ Первой в зал Вошла Гуар Ливоновна Смотри Идет обратно Слушай Женщина одна 22 года тому назад Мы ее видели Причем где? Черт на куличке Да я говорю Ты не ошибся Нет Она только посидела А так все Точно она Ну ладно Я говорю Ты идей пока К машине А я проверю все Я пришел Прядка Смотрю она Женщина могла раскрыть Читу Вартанянов Узнав их в лицо Что делать? Решение приходится Принимать Считанные секунды Гуар разыгрывает Приступ болезни И Георг Немедленно Увозит ее с банкета Представляете Что было? Та бы пришла По другим именам Мы там были Здесь по другим именам 22 года Я Царушный крято Куда уйдешь? Уже никуда не уйдешь Соображения секретности Не позволяют Даже сейчас Спустя десятилетия Подробно рассказать О работе Вартанянов В те годы Такова специфика профессии Разведка есть разведка В ней всегда остаются тайны В тот майский день 84-го года Читая сообщения Из центра Вартанян Никак не может поверить В его содержание А супруга мне говорит Что ты побледнешь Ну а такой телеграмм Побледнешь Потому что там было написано Вам присвоено Звание Героя Советского Союза А супруге Боего Красного Знамени Ордена Ну я Глазам правда Честно не поверил Что он звонил Второй раз прочитал Смотрю такое Теперь я супруге Протягиваю телеграмму Я говорю Ну почитай Нет Нам наверное плохо Ты скажешь Я говорю Что на вес Это я буду кричать Я Герой Советского Союза Ну в общем Убедила Она прочла Быстро все сожгли И в ресторан Как следует отметили Ее орден отмыли Мое звание Герой Советского Союза Вот так вот было Вартанян Стал первым разведчиком Нелегалом Который 28 мая 1984 года В мирное время Был удостоен звания Героя Советского Союза Степень конспирации Была настолько высока Что даже направленные В Кремль Наградные документы Были выписаны На подставное имя Только осенью 86-го Вартаняны возвращаются На родину И еще долгих 14 лет Они продолжают Оставаться засекреченными Лишь в декабре 2000 года Геворг и Гуарвар Таняны Впервые появляются На телевидении До 68 лет Геворг Андреевич Работал в службе Внешней разведки Но и сейчас Несмотря на свой Почтенный возраст Он продолжает Своё служение Родине Делится с молодыми Сотрудниками Своим богатым опытом Встречается с молодежью И сожалеет Что не может Еще раз Повторить свою жизнь Жаль, что только год и прошли Что уже Нельзя И раскрыли А то И сейчас бы могли бы Насвалить Если нужно было Я говорю Я и от себя говорю И от имени Своей супруги говорю Гуарли Ивановны Что Если бы Мы бы заново Прожили Без всякого Мы бы опять бы Пошли бы по этой дороге И сейчас бы Конечно Гораздо больше сделали Чем мы свое время сделали Потому что И опыт уже есть И все Но второй жизни Пока не дано Поживем Увидим Мне этот бой Не забыть Нипочем Смертью Пробит он Воздух А с небосклона Бесшумным дождем Падали Звезды А с небосклона Бесшумным дождем Падали Звезды Бесшумным дождем Продолжение следует...